Трудные места писания для библейского портала «Экзегет». Маленькое, но значимое место из книги «Деяний», 7 глава, 43 стих. Это у нас речь Стефана, та речь, которая, собственно, приводит его к мученичеству первому в истории христианства. И он обращается к иудеям, причем, прежде всего, к первосвященнику и тем, кто присутствует на Синодрионе, где его судят. И говорит, в частности, «Вы приняли Скинию Молухову и звезду бога вашего Римфана, изображение которой вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилон». Это, на самом деле, цитата. Цитата из пророка Амоса, 5 глава, стихи 25 и дальше. И давайте я прочитаю их вот тут у Амоса чуть более подробно. С 21 стиха этой 5 главы. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не призерну благодарственную жертву истучных цельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет дом Израилев? Вы носили скинию Молухову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамас, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему». Ну, такие знаковые слова, которые цитирует Стефан, конечно, они отсылают нас к этому всему тексту Амоса, а не просто к конкретной скинии и звезде. Стоп, какую скинию носили в пустыне израильтяне? Вообще-то скинию Господню, разве нет, которая была сделана по образцу, показанному Моисею на горе Синай? А он говорит скинию Молуха. Кто такой Молух? Молух – это языческое божество, на самом деле, скорее всего, слово Молух – это такое составное слово, вообще-то слово Меллах на древнееврейском или Мальк на, может быть, том языке, на котором говорили в Ханаане тех времен, это царь. И к какому-то местному божеству обращались как к царю, ну, а переначали его немножечко имя, когда писали еврейскую Библию, Ветхий Завет, и получилась вот эта форма Молух такая искусственная. Мы точно не знаем, но во всяком случае, совершенно точно, это языческое божество. Кто такой Римфан, вовсе непонятно, но языческих божеств много, если он идёт рядом с Молухом, очевидно, это ещё одно языческое божество. Что у него там за звезда, сколько у неё лучей, мы не знаем, но явно его какой-то символ. И получается, что пророк Амос, а следом Стефан, диакон, обвиняет израильтян в том, что они носили скинию Молуха во время странствий по пустыне. Вообще-то, если у них было что-то святое во время странствий по пустыне, так это скиния Господня. А ещё и звезда Римфана, которая совсем непонятно, откуда там взялась. Дальше, об этом говорит и пророк Амос, и вот здесь повторяет Стефан о том, что за это Господь переселит их далеко от родной земли. Ну, во-первых, после странствий по пустыне они вошли в обетованную землю, и до переселения в Вавилон ещё довольно много времени. Во-вторых, во времена Стефана это уже давнее прошлое. Очень странная цитата. Более того, дальше говорит Стефан, скиния свидетельства была у отцов в наших пустыне, как повелел Господь и так далее. То есть, скиния Молуха откуда здесь взялась. Но вообще Стефан здесь излагает такую краткую историю, священную историю, как и Пётр до этого делал, израильского народа. Вот Стефан не просто произносит проповедь о том, что Христос – Мессия, Господь, Спаситель, но он показывает, как его явление связано со всей предшествующей израильской историей. И в частности, он говорит, израильтяне впадали в идолопоклонство. Ну, во время странствий по пустыне это, может быть, был золотой телец, но, с другой стороны, это такой архетип. Вот израильтяне, которые служат Молуху, какому-то ещё Римфану, это всё параллельно с культом скинии, с храмом. По-видимому, это значительная часть истории Ветхого Завета, Древнего Израиля, связана именно с этими языческими культами, о чём мы постоянно читаем. У пророка, в частности, Амос об этом тоже очень подробно говорит. И вот здесь, как бы, история складывается, я вот люблю это слово, телескопический, да, это разные секции, которые вкладываются одно в другое. И странствия по пустыне – то, что без конца воспроизводится в истории, да, и какие-то эпизоды идолопоклонства – тоже то, что без конца воспроизводится. Вот здесь и сейчас оно воспроизводится тоже, поэтому всё, что вы здесь видите, всё, что здесь с вами происходит, это опять-таки оно. И поэтому важно, что вы так себя ведёте, и вас за это Господь изгонит опять далеко. Это может быть, конечно, какое-то предсказание разрушения Иерусалима в ходе Иудейской войны 70-го года, события, может быть, не обязательно даже ссылка на него, но скорее вот рассказ о том, что, смотрите, вот вы творите неугодные Богу дела. Хорошо, но неужели это скиния Молоха и звезда Римфана вот прямо были частью Иерусалимского культа в первом веке нашей эры? Вот сразу, когда это всё произошло, прямо там скиния Молоха стояла где-то за углом, да? Немыслимо, это очень трудно себе это представить. И тогда получается, что Стефан произносит некоторую речь, в которой он рассказывает о вещах, происходящих постоянно. И эти вещи типологически повторяются, не буквально, конечно. И очень важно, что дальше он говорит, всевышний не в рукотворённых храмах живёт, как говорит пророк, отдельное трудное место, потому что, конечно, храм не место, где Господь живёт телесно. Но он говорит, смотрите, вот там, где есть этот материальный культ, там всегда возникает опасность языческого к нему подхода. Вот даже если это скиния Господня, но люди могут относиться к Господу как к Молоху, как к какому-то языческому божеству, которое должно им давать процветание, защиту от врагов, которое автоматически в ответ на эти принесённые жертвы выдаёт, как, знаете, приводя аналогию современного мира, автомат по продаже туда монетку кинул, а он тебе там конфетку выдал, да? И вот Бог такой же, ему обряды, молитвы туда куда-то вот в священное место кинул, а он себе выдаёт урожай, победу на войне, хорошую жену и всё такое прочее. Вот это так не работает, это как-то совершенно по-другому устроено. И он говорит, смотрите, дело не в храме. Дальше он говорит, какой дом сожжите мне, говорит Господь. Это всё, конечно, тоже цитаты из пророков, дальше уже из Исаии. И Иисус, вот тот, кто приходит возвестить волю Бога, говорит, Стефан, но вы эту волю не приняли, и поэтому ваше служение храмовое может оказаться служением Молоху. И этого ему, конечно, не спустили. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.